Глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить оргкомитет этого ведущего в России форума и его президента Евгения Владимировича Шлихто за возможность выступить с этим докладом, поделиться нашим опытом и представить кейс-репорт по лечению пациента с заболеванием периферических артерий. Если посмотреть на структуру пациентов и данные европейского гайдлайна, то мы можем увидеть, что пациенты с заболеванием периферических артерий больше всех имеют процент сопутствующей другой патологии, то есть сопутствующей патологии других бассейнов. То есть это и шимическая болезнь сердца, и каротидные стенозы, и почечные артерии. То есть это такая достаточно очень сложная группа больных, которой, на мой взгляд, я думаю, что нужно относиться особо бережно. Какая же оптимальная стратегия? Почему же всё-таки гибридная хирургия и малоинвазивная технология? Во-первых, порядка 14% популяции страдают эксклюзирующими поражениями периферических артерий. Это, конечно, многоуровневые поражения периферических артерий. Это поражение нескольких сосудистых бассейнов, то есть это ишемическая болезнь сердца, атеросклероз брахицефальных артерий, нижних конечностей почечных и так далее. И, конечно, это пациенты, я уже сказал, которые высокого хирургического риска для каких-либо открытых вмешательств. Что же говорят нам гайдлайн 2017 года? Конечно, это приоритеты эндоускулярных вмешательств. Первичная эндоускулярная стратегия должна быть рассмотрена у пациентов с длинными окклюзиями и двусторонними поражениями у больных с тяжёлой сопутствующей патологией. И, конечно, гибридные операции у пациентов с подвздошно-бедренных окклюзий и в сочетании с окклюзией общей бедренной артерии выполняется эндортероктомия и дальше выполняется эндоускулярный этап или шунтирующая операция, если они возможны. 1973 год. Чарльз Портер опубликовал первую гибридную операцию в мире. Это был пациент с окклюзией левой общей подвздошной артерии с остенозом правой общей подвздошной артерии и выполнена баллонная дилатация с бедренно-бедренным перекрёстным шунтированием с удовлетворительным результатом после операции. Какие же операции делаются у нас в центре? У нас в центре делаются гибридные вмешательства при заболеваниях дуги грудного отдела ортоприоневризмах и их расслоения. Гибридные вмешательства при торако-абдоминальных аневризмах, гибридные вмешательства при многоуровневых поражениях артерий нижних конечностей и гибридные вмешательства при многоуровневых поражениях брахицефальных артерий. На фоне сопоставимых результатов, отдалённых по открытой и гибридной хирургии, какие же всё-таки плюсы гибридной хирургии? Это, конечно, уменьшение операционной травмы, это, конечно, возможность повторных вмешательств, это, конечно, снижение риска инфекционных осложнений, снижение длительности госпитализации и в некоторых случаях единственная возможность пациентов – спасти нижнюю конечность. Это наша гибридная операционная, это уникальная операционная для нашей страны, это роботизированный комплекс Сименс Арти Зига с полноценным хирургическим столом, с полноценной хирургической операционной, с пятью мониторами в операционной, с возможностью КТ, выполнить КТ интраоперационно и послеоперационно, вы это видите, он КТ, заезжает это всё по рельсам, и мы выполняем, можем сделать 3D-навигацию до операции и сделать контроль послеоперационный. Значит, роботизированный комплекс позволяет оценить качественный кровоток после выполненной хирургической операции у пациента с сахарным диабетом и с дистальным типом поражения артерии голени, и выполнить 3D-перфузию и много ещё чего интересного. В нашем центре в отделе сосудистой интервенционной хирургии выполнено более 100 гибридных операций за прошлый год. Вы видите, что пациенты были разные, но в основном это пациенты высокого хирургического риска и пациенты пожилого возраста. В структуре поражения преобладали воздушно-подколенный бедренный сегмент, и вы видите непосредственные результаты операции. Ну, я думаю, что у нас на самом деле лучшие в России результаты, но результаты стопроцентные у нас по непосредственной отдалённой проходимости, но мы это, правда, наблюдали в течение года, от 6 месяцев до 12 месяцев. Первичная проходимость 100%, клиническое улучшение от 97%, и вы видите, что у нас вот такое количество осложнений. Позвольте перейти к клиническому случаю, такое вступление. Клинические случаи, значит, это пациент с 75 лет, дистанция без болевой хайбы 50 метров, трофическая язва на фаланге правой стопы, и видите, вот такой анамнез. То есть это курильщик злостный 30-летний, которому уже было неоднократно выполнено стентирование коронарных артерий, стентирование правой наружной подвздошной артерии, он поступил где-то месяца 3 назад до нашего поступления. По эхо фракции выброса 41%, акинезия нижнебоковой-боковой, передний стенок, метральная недостаточность 3. По данным ЭКГ, синусовый ритм, и вот что мы видим по ангиографии, КТ-ангиография. Мы видим окклюзию ниже стенда наружной подвздошной артерии и общей бедренной артерии, и окклюзия поверхностно-бедренной артерии на всем протяжении. Конечно, по международным рекомендациям, венозный, аутовенозный шунт – это метод выбора при лечении окклюзии поверхностно-бедренной артерии, но у пациента был рассепной тип большой подкожной вены, поэтому это исключено у этого пациента. Наша стратегия лечения, клинический диагноз, я уже это все сказал, и что же мы этому пациенту оптимально, на наш взгляд, и на взгляд европейских специалистов. Значит, выполняется под местной анестезией доступ к общей бедренной артерии, выполняется эндотрактомия с общей бедренной артерией поверхностной и глубокой артерии бедра, с пластикой заплаты из ксена-перикарда. Следующим этапом выполняется доступ к общей бедренной артерии, устанавливается интродюсер, и вы видите, диагностический катетер установлен в бифуркации аорты. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, обеспечить, собственно говоря, антиградную реканализацию, во-вторых, обеспечить ангиографический контроль, выполняемый нами эндоваскулярного этапа реканализации наружной и подвздошной артерии. Значит, следующим этапом у нас не получилось пройти ретроградно с общей бедренной артерией справа в аорту, и поэтому из контрлатерального доступа мы прошли ретроградно, вы видите выход проводника, захват проводника через интродюсер, вывод проводника наружу, и вы видите, вот два проводника, один конец с левой стороны, общий бедренной артерией, второй справа, и это нам позволяет выполнить дальше стентирование непосредственно с правой стороны. Поэтому то, что и было сделано, то есть выполнено стентирование наружной и подвздошной артерии стентом 10 на 100, и следующим этапом мы переставили интродюсер в антиградную позицию, потому как у нас было уже выделено общая бедренная и эндотеректомия с поверхности бедренной артерии, и выполнена антиградная субматимальная реканализация поверхности бедренной артерии на всем протяжении, со стентированием стентом супера 5 на 200. И вот такой ангиографический контроль мы получили после операции, то есть мы видим проходимую наружную и подвздошную артерию, мы видим проходимую поверхностно-бедренную артерию на всем протяжении, купирование ишемии у пациента и руцевание язвы буквально за месяц после операции. Какие же плюсы? Я уже рассказал в начале и повторюсь еще раз. Конечно, это одномоментная и полная ревосклюризация артерии. Это снижение потенциальных переоперационных рисков для пациента. Это 100% местная анестезия. Не требует коррекции антитербоцитарной терапии между этапными операциями, когда это делается за два этапа. Сначала делается одна операция, затем другая операция на нижнем этаже. Это сокращение времени пребывания пациента в палате после имперационного ведения и в стационаре. Это повышение экономической эффективности и результатов, собственно говоря, операции и результатов нашей деятельности. И ЛПИ мы видим, что с 0,4 увеличился после операции до 1,1. И гибридные технологии на сегодняшний момент – это настоящая и будущая сосудистая хирургия. Использование гибридных вмешательств ведет к снижению риска интероперационных осложнений. Снижение травматичности, связанной с хирургической агрессией, и придает удобство и комфортное состояние как для пациента, так и для оперирующего хирурга. И гибридные технологии позволяют по-другому взглянуть на сосудистую хирургию в целом. А сочетание открытых эндоваскулярных технологий позволяет оказать помощь самой тяжелой категории пациентов. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то вопросы? Михаил Александрович, скажите, а существует ли у Вас в центре такое понятие, как сосудистая команда, организованная на базе у Вас в центре, либо же это какое-то обсуждение, либо консилиумы? В каком виде у Вас проводится обсуждение этих пациентов? У нас есть сосудистая команда, у нас сформировано самостоятельное сосудистое отделение с 30 койками. И у нас сосудистая команда включает сосудистого хирурга, который владеет и открытыми, и эндоваскулярными методами лечения, и включает интервенционного специалиста, который тоже участвует в этом обсуждении. Если мы говорим о заболеваниях периферических артерий по нижним конечностям, и кардиолог, конечно же, это кардиолог. То есть кардиолог, сосудистый хирург, интервенционный специалист. А постпроцедурное ведение таких пациентов, какое оно у Вас? Потому что Вы очень преуспели в этом. А вот программа реабилитации есть для таких пациентов? После операции у нас ведется база данных по каждому пациенту, начиная с момента формирования нашего отделения и нашего отдела. Значит, пациент после операционный период, он наблюдается у нас, это порядка двух-трех дней. Затем пациент уезжает домой, и обязательно есть контрольные точки Full Lab, когда мы пациента приглашаем и выполняем ему необходимые исследования, начиная с УЗИ, консультации кардиолога, если нужна КТ, ангиография. Значит, контрольные точки у нас месяц, три, и потом раз в год он приезжает, и мы контролируем его состояние. Этого пациента мы видели через месяц после операции, так как его оперировали два месяца назад. То есть мы увидели через месяц, я думаю, что он очень себя хорошо чувствует, его ничего не беспокоит. Стенд супера в поверхностно-бедренной артерии на сегодняшний момент – это лучший стенд, который может имплантироваться в эту позицию. И с хорошим отдаленным результатом пациент чувствует себя очень хорошо. Михаил Александрович, можно еще один вопрос? Как кардиолог не могу не задать его. Скажите, пожалуйста, вот больному при выписке объясняют необходимость продолжения терапии статинами в, возможно, высоких переносимых дозах, что его заболевание не заканчивается оперативным вмешательством? Думаю, что среди ваших пациентов много больных с диабетом, с гипертензией. Вот достижение целевых уровней всех этих показателей. Понимают ли ваши больные, насколько они привержены к продолжению лечения консервативного? Спасибо вам за вопрос. Значит, это пациенты, которые, они, операция для них – это единственный возможный шанс спасти нижнюю конечность. И они это прекрасно понимают. И пациент, который приезжает к нам, вот как в этом случае, и он не спит ночами, и он уже изнеможден от того, что он не может даже поспать и суток без обезболивающих или каких-то других препаратов, то есть мы объясняем им на каждом этапе и пытаем, все-таки мы доносим до них, что это очень важно. И то, что мы делаем, то есть вот эти вот уникальные технологии, которые позволяют им помочь, они должны это сохранить максимально долго. Но у нас получается настолько, насколько я сейчас вижу, они приезжают, и все-таки, если пациент вследствие того, что это же мультифокальный атеросклероз, может быть, он что-то не понимает, или у него есть сосудистая недостаточность в головном мозге и так далее, мы всегда приглашаем родственников и обязательно проводим эти беседы. Потому что зачастую, то есть это у каждого этого пациента есть родственники, которым там трудоспособного возраста, которые всегда следят за своими родственниками. Это очень хорошо, конечно. Спасибо. Спасибо вам, Закроны. Спасибо. 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 Спасибо.